Евангелие от Марка, 10 глава. Давайте откроем. Найдите, где ваше сокровище, и вы найдете свое сердце. Марка, 10 глава. Попробуем узнать, где сердце этого человека и что им движет. 17 стих. Речь идет о богатом юноше, о котором мы часто говорили. 17 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Жизнь Зоя. Иисус сказал ему, «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Здесь перечислены шесть заповедей. И юноша сказал, что он исполнил эти заповеди все. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности своей». Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает». А потом Иисус показал ему, точнее доказал, что именно ему не достает. Иисус сказал, «Пойди, все, что имеешь, продай». Что делает Иисус? Он собирается показать юноше, где находится его сердце. Этот юноша стоит перед Иисусом и старается показать себя Иисусу с лучшей стороны. Мы часто стараемся преподнести себя лучше, чем мы есть на самом деле. Юноша старается сделать все, чтобы Иисус увидел его именно с этой, с лучшей стороны. Иисус посмотрел на него с любовью и сказал, «Знаешь что? Я покажу тебе, где твое сердце». Посмотрите, что он делает, чтобы помочь человеку обнаружить свое сердце. Иисус говорит, «Иди, продай все и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Видите, что Иисус делает? «Если я могу определить, где его сокровище, тогда я узнаю, где его сердце». Посмотрим, как он поступит со своим сокровищем. Тогда я, говорит Иисус, узнаю, где его сердце. Очень часто Бог поступает с нами таким же образом. Мы приходим в церковь, и Бог говорит нам, «Пожертвуй 500 долларов». «Нет, Бог, не могу». «Теперь я знаю, где твое сердце», — говорит Бог. В Библии написано, что нельзя служить одновременно и Богу, и мамоне, потому что человек всегда будет ненавидеть одно и держаться другого. Нельзя служить Богу и деньгам. Многие люди, которые ходят сегодня в церковь и называют себя христианами, на самом деле служат мамоне, потому что отказываются служить Богу. Ваши деньги, то, на что вы их тратите, куда вы их вкладываете, указывают на то, где ваше сердце. Я не допущу, чтобы машина встала между мной и Богом. Не допущу, чтобы деньги встали между мной и Богом. Мне кажется, христиане этого не понимают. Они не понимают. Вы узнаете, к чему привязано ваше сердце, потому как вы распоряжаетесь своими деньгами. Иисус собирается указать этому юноше, где его сердце, показав ему, где его сокровища. Как ты распорядишься своими сокровищами? То, как ты ими распорядишься, покажет мне, где твое сердце. Он говорит, ладно, ладно, ты говоришь, что ты меня любишь. Ладно, ты клянешься в своей верности. Так вот как мы поступим. Продай все, что у тебя есть. Преврати свои сокровища в деньги, а потом раздай их бедным, чтобы у тебя было сокровища на небесах. А после этого я хочу, чтобы ты последовал за мной и был таким, как я. Посмотрите, что в ответ говорит ему молодой юноша, что указывает на положение его сердца. Прочтем следующий стих. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я думаю, правильнее было бы написать, ибо большое имение его в его сердце помешало ему принять верные решения. Иисус нашел, где сердце этого юноши. Хотя этот юноша и соблюдал шесть заповедей, и делал вид, будто его сердце с Иисусом, без сомнения можно сказать, что его сердце было не с Иисусом. Его сердце было с его богатством. А когда он был испытан, он последовал за своим богатством, а не за Иисусом. А за кем вы сегодня следуете? За своим имуществом или за Иисусом? Сколько раз Иисус испытывал вас, и вы последовали за своим богатством, за своими пятьюстами долларами, вместо того, чтобы последовать за Иисусом? Дело в том, что всякий раз, когда Иисус просит вас сделать что-то со своими деньгами, Он знает, что сможет вернуть вам во сто крат больше. Вы должны кое-что понять. И слава Богу! Если Он когда-либо попросит вас пожертвовать какую-то сумму, не упускайте эту возможность. Это гарантированная возможность значительно улучшить вашу ситуацию. Но если ваш страх перед нищетой сильнее вашей веры в процветание, вы последуете за своими финансами. И ваше сердце будет с вашими финансами. И не говорите, что ваше сердце с Богом, оно с этими деньгами. Здесь написано, что юноша отошел с печалью. Его огорчили слова Иисуса. И он отошел с печалью. Вы знаете, что печаль – это последствия утраты. Он посчитал, что если он сделает то, что сказал ему Иисус, то потеряет, а не приобретет. Он не видел приобретения в том, чтобы вложить свои богатства в Божье Царство. Он не видел приобретения в том, чтобы быть послушным Богу и вложить свои средства в распространение Божьего Царства. Ведь это было дело Божьего Царства – помочь бедным. Но он этого не видел. И расстроился из-за этого. Почему? А потому что владел большими богатствами. Или, правильнее сказать, богатства овладели его сердцем. Бог указал, где было его сердце. И он, опечаленный, отошел. Его сердце было с имуществом. Иисус пригласил его последовать за собой. Я полагаю, что этим юношей был Варнава. Мы не можем утверждать с полной уверенностью, но многие считают, что этим юношей был именно Варнава. Иисус пригласил его занять место Иуды. Он умел распоряжаться деньгами. Он знал, что такое богатство. Иисус предложил ему стать одним из апостолов, а тот предпочел имущество, а не место рядом с Иисусом. Зачастую и мы теряем свое место рядом с Богом ради имущества. А потом на нас сваливаются беды, и мы не знаем, почему все это с нами стряслось. Поверьте мне, если вы заглянете в свое прошлое и вспомните все возможности, которые вы упустили из-за того, что выбрали свое имущество, а не Бога, я не предпочту имущество. Мне не нужно то, что я бы не смог отдать ради Божьего Царства, когда Богу это понадобится. Все, что у меня, Стефи, имеется, мы сохраняем для Бога, ожидая Его указания о том, как этим распорядиться. Мне не нужно то, что я не могу отдать Божьему Царству. И знаете почему? А потому что, если ему понадобится то, что он отдал в мои руки, и я это ему не отдам, то значит, мне нельзя было это доверить. Ведь в этом случае я становлюсь подобным тому слуге, который зарыл сокровище, потому что испугался. Испугался чего? Дух нищеты все еще на мне. Он все еще удерживает меня. Хотя моя жизнь становится лучше, я все еще боюсь нищеты. Я сжимаю все, что имею, изо всех сил, и Дух нищеты продолжает управлять моей жизнью. Дамы и господа, когда ваше сердце пребывает в Божьем Царстве, тогда Бог может сделать гораздо больше того, о чем вы просите, или даже можете себе вообразить. Но когда ваше сердце привязано к деньгам, когда ваше сердце привязано к вашему имуществу, и когда вы с большим почтением относитесь к деньгам и имуществу, чем к Божьему Царству, тогда вы будете ограничены в Божьем Царстве, успехе Божьего Царства и преуспевании Божьего Царства. И никакие принципы вам не помогут, ведь дело не в принципах. Проблема в том, что ваше сердце не там, где должно быть. Где ваше сердце? Мне так нравится эта проповедь, ведь это ключевой вопрос. Если ваше сердце не там, где должно быть, тогда какие бы принципы вы ни использовали, можете сеять, сажать, раздавать, исповедовать, говорить с горами, можете связывать и развязывать. Но вы ведь знаете, где ваше сердце. Вы-то знаете. Иисус сказал этому юноше, где его сердце. Юноша обладал большим богатством, или богатство обладало им. В 51-м псалме, оставьте здесь закладку, откройте со мной 51-й псалом. В нем содержится мысль на этот счет. Здесь мы видим больше деталей о таком человеке. 51-й псалом, 9-й стих. Мы говорим о правильной системе ценностей и правильных мотивах. 51-й псалом, 9-й стих. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем, правильнее перевести в состояние своем. То есть он укреплялся в состоянии своем, в своем имуществе, в своем богатстве. Он полагал, что его деньги и его состояние это источник его силы, вместо того, чтобы видеть в Боге источник своей силы. Дамы и господа, это должно быть основанием всего, что мы делаем. Для этого мы должны ясно себе представлять, что деньги, сколько бы их ни было, они не могут, не могут быть нашей силой. Когда вы делаете деньги своей опорой, вы перестаете опираться на Бога. Бог всегда должен быть нашей крепостью. Он наша сила, а не деньги. Вы должны понимать, что если вам не хватает денег или чего-то другого, то Бог говорит, «Я восполню твои потребности по богатству моему славе». То есть, Бог всегда восполняет ваши потребности. Если вы понимаете, что Бог – ваш источник, и что Он восполнит все ваши потребности, тогда вы можете быть свободны от страха, потому что у вас есть опора. Бог должен быть вашей опорой. Повторите со мной, «Бог – моя сила и мое обеспечение, а не имущество. Я не буду полагаться на свое состояние. Бог – моя сила». Вы меня понимаете? Дело в приоритетах и мотивах. Главное должно быть на первом месте. И в этом случае у вас всегда будут результаты, а другие будут задавать себе вопрос, почему они, используя те же принципы, что и вы, не добиваются таких же результатов. Если что-то не получается, всегда нужно смотреть в корень проблемы. Если у вас что-то не выходит, спросите себя, в чем корень этой проблемы? Каков корень этой проблемы? Что в центре этой проблемы? Что является ядром этой проблемы? Причина проблемы может быть не в том, что вы, например, не жертвуете, а в том, что у вас неправильные побуждения. Корнем проблемы может быть непрощение или грех, в котором вы не покаялись. Корнем проблемы может быть состояние вашего сердца. И из-за этого у вас ничего не получается. И когда у вас что-то не получается, вы можете все исправить, начав со своего сердца. И когда мы с вами исправим свое сердце, то и все другое постепенно встанет на свои места. Мне всегда было больно видеть незрелого пастора, который принимается проповедовать о процветании, но умаляет эту проповедь, сводя ее лишь к обогащению. Божьи принципы помогут нам обогатиться, потому что Бог — добрый Бог, и Он обязательно нас благословит. Бог будет добр и благ, даже если у вас ничего не будет. Бог был добрым, когда у вас ничего не было. То есть наше убеждение в доброте Бога не должно основываться на богатстве, которое Он нам дал. Бог благ независимо от всего. Богатство приходит, потому что вы с самого начала верили, что Он добрый Бог. Ваше сердце было в правильном месте. Ваши побуждения были правильными. Ваше сердце было в правильном месте. Вот поэтому я разделил это учение о процветании на серии. Вы можете взять первую серию и узнать о том, что такое нищета и что такое процветание. Во второй серии проповеди я проповедовал о помазании и его действии. Теперь я говорю о сердце. И если применять все эти проповеди на протяжении всего года, вы не сможете оставаться бедными ни в одной из сфер вашей жизни. Но самое главное во всем этом – это сердце. Для Бога самое важное – ваше сердце. Почему? Потому что Бог взвешивает сердца. Бог не смотрит на вашу одежду, на ваши слова. Он взвешивает сердце. Если человек всегда собирается что-то сделать, но так ничего и не делает, то возникают сомнения в отношении его характера и его сердца. Ведь через какое-то время слова типа «я собирался это сделать» становятся лишь оправданием, и возникает вопрос, почему вы всегда лишь собираетесь, но никогда ничего не делаете? А потому что проблема в сердце, корень проблемы в сердце. Итак, если читать дальше, вы увидите и другие проблемы, которые Иисус обнаружил в этом юноше, но самое серьезное – это неправильное положение его сердца. И Иисус указал ему на это, использовав его же богатство. Давайте откроем 18 главу Евангелия от Луки. Я хочу обратиться ко всем вам. Если бы вы все воспользовались этими принципами, и это привело бы вас к многомиллионному состоянию, тогда вы смогли бы преобразить ситуацию в десяти штатах. Для этого не потребовалось бы двадцати-тридцати тысяч человек. Вас бы хватило. Вас было бы достаточно. Мы все преданы Божьему Царству. Мы все преданы Царству. Кто-то меня однажды спросил, что бы ты сделал, если бы выиграл 150 миллионов долларов? А я уже знаю, Божье Царство было бы приоритетом. Сначала отдал бы Богу 10%, потом пожертвования, а потом сделал бы что-нибудь для Божьего Царства. А потом меня, скорее всего, заинтересовало бы другое дело Божьего Царства. И когда человек делает что-то для Божьего Царства, деньги продолжают поступать. Они не кончаются, когда человек сеет в добрую почву. Кто-то скажет, «Я бы так и поступил, были бы у меня миллионы долларов». А как ты распорядился этими двумя долларами? Не рассказывай, как бы ты распорядился миллионами, если ты не делаешь того же с тем, что есть у тебя здесь и сейчас. Ты ничего не будешь делать, даже если Бог даст тебе несколько миллионов. Вы только говорите, что сделаете это. Но в реальности, если вы не делаете этого сейчас, то вы не сделаете этого и позже. Потому что Иисус сказал, что если вы не верны в малом, то и в большом верны не будете. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, 29 стих. Здесь мы еще больше узнаем о правильном положении сердца. Стихи 29 и 30. Вот что здесь написано. Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Примечательно, что в 29 стихе написано, «Истина, истина говорю вам». Нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божьего. Для Царствия Божьего. Вот так здесь написано. Для Царствия Божьего. Ради Него. Звучит вопрос, а что вы готовы сделать для Божьего Царства? Библия говорит, что эта жертва не остается без вознаграждения. Для Царствия Божия. Для Царствия Божия. И не получил бы гораздо более в этом мире и в грядущей жизни вечной. Мы видим, что вознаграждение будет двухгранным. Вы пожнете там, где находитесь сейчас, и там, куда направляетесь. И в конце Бог задаст лишь один вопрос. Что ты совершил для Божьего Царства? Он не будет смотреть на то, что вы сделали для себя. Он не будет смотреть на то, насколько вы были знамениты или пользовались уважением. Для Него будет важно лишь одно. Что вы сделали для Божьего Царства за всю свою жизнь? Так все-таки, что вы сделали для Царства? Что вы посеяли для Божьего Царства? Нужно будет дать отчет. Я говорил об этом в прошлый раз. Что вы сделали для Божьего Царства? Что вы делаете сегодня для Божьего Царства? А пока большинство христиан пытаются узнать, что Божьего Царства может сделать для них. И неправильно, когда человек приходит к Богу ради того, что Бог может для него сделать. Что бывает в таком случае? Когда такой человек не получает от Бога то, зачем он к нему пришел, он уходит от Бога. Почему? А потому что неправильные побуждения не позволяют ему поступать правильно. Или он поступает правильно, но из неправильных побуждений. Я приду к Богу. Это правильно. Я приду к Богу, чтобы Он дал мне машину. А это неправильно. Такой человек приходит к Богу из неправильных побуждений, и рано или поздно все бросает и уходит. Вновь и вновь я встречаю христиан с задними мыслями, так сказать. И когда они не получают желаемого, они постепенно отпадают и уходят. Некоторые даже уходят из служения, потому что не получают того, что надеялись получить. Я пришел к Богу, теперь я с Ним. А что тебе нужно от Бога? Что тебе нужно от Бога? Мы должны оставаться чистыми перед Богом. Я поклоняюсь Богу, потому что люблю Его. Или делаю это по другим, нечистым причинам. А может, я поклоняюсь Богу, потому что слышал, что Он помогает выбраться из долгов. Я что, в воду прыгаю, потому что хочу промокнуть? Я же не плаваю, чтобы промокнуть. Меня не это привлекает в плавании. Стоя у бассейна, я не размышляю о том, намокну ли я в бассейне или не намокну. Я просто ныряю и все. Намокнуть в бассейне нетрудно. И процветать в Божьем Царстве тоже нетрудно. Но ваше сердце должно быть в правильном положении. Итак, что вы сделали для Божьего Царства? Потому что именно это определяет, что происходит в вашей жизни. Откройте вторую книгу «Паралипоминон», шестую главу. Вторая книга «Паралипоминон», шестая глава, четырнадцатый стих. Это очень хорошо. «И сказал...» Открыли, да? «И сказал... Господи Божий Израилев, нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни на земле. Воскликните «Аминь». Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем Своим. Он хранит завет и проявляет милость к тем, кто любит его искренне, от всего сердца, не с тайными, не чистыми побуждениями, но со всем своим сердцем. Походить перед Богом всем сердцем можно только, когда служишь Ему своим сокровищам. А иначе невозможно. «Господи, я люблю Тебя!» «От всего сердца своего!» «А десятину отдаешь?» «Я не верю в десятину!» «Значит, любишь не от всего сердца, не со всем сердцем!» Вы видите взаимосвязь? Не обманывайте себя! Нельзя утверждать, что вы отдаете свое сердце Богу, если при этом не поддерживаете Божьего Царства. Он связал ваше сокровище с вашим сердцем. И Он сказал, «Я всегда могу узнать, где ваше сердце, посмотрев, где ваше сокровище». Вы должны сделать Божье Царство центром своей жизни, и тогда Бог исполнит Свой завет и будет к вам милостью. «Сделайте же Божье Царство центром своей жизни, и Бог исполнит Свой завет и проявит к вам милость. Сделайте Божье Царство центром своей жизни, сердцем своей жизни, и Он исполнит Свой завет и проявит к вам милость». Что Бог думает о вашем сердце? Вот несколько стихов, над которыми вы можете поразмышлять. Деяние, 1 глава, 24 стих. Здесь написано, что Бог знает наше сердце. Бог знает наше сердце. Слава Господу! Вы никогда не сможете скрыть истинные мотивы, истинные намерения своего сердца. Первая паралипоменон, 29 глава, 9 стих. Первая паралипоменон, 29 глава, 9 стих. Здесь говорится о том, что Бог исследует все сердца. Он исследует сердца человеческие. Притча, 17 глава, 3 стих. Здесь говорится, что Бог испытывает сердца. Бог испытывает сердца. Есть замечательный пример этого. Давайте посмотрим. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Смотрите. Бог испытывает сердца. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Очень хороший пример. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Здесь написано. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Вот почему нельзя сдаваться, когда вы переживаете трудные времена, потому что именно в такое время проявляется, что именно есть внутри вашего сердца. давление показывает, из чего вы сделаны. Чаще всего так и происходит. Если надавить на апельсин, вы увидите, что у него внутри. И когда вы находитесь под давлением, вы можете увидеть, что в вашем сердце. Вы видите, действительно ли Божье Царство находится в центре вашего сердца. Когда в жизни христианина наступают трудные времена, и он возвращается в то же болото, из которого был спасен, все понимают, где было его сердце на самом деле. Когда вы сдаетесь под давлением обстоятельств, люди видят, где ваше сердце. Друзья, никогда не сдавайтесь. И не говорите, что Бог повелел вам все бросить и сдаться. И не говорите, какие обстоятельства заставили вас это сделать. Никогда не сдавайтесь. Верность нельзя назвать верностью до тех пор, пока она не будет испытано, проверено. Вот и все. Вы можете найти миллион оправданий. «Господь передумал». Нет, это вы не послушались его в самом начале. Если вы считаете, что Господь передумал, тогда вам нужно вернуться в самое начало. Библия говорит, что Бог верен. Вы знаете, что это значит? Он не меняется. Он не меняется? Он сегодня, вчера и вовеки тот же. Он всегда тот же. Тот же самый. Но что делаете вы, когда попадаете под давление? Что выводит вас из себя? И что выходит из вас, когда на вас давят? Я вот ехал на работу. Отвез дочку в школу и ехал на работу сегодня утром. А по радио звучала одна песня о друзьях и былых временах. И я задумался. Года проходят. Мысль такая в голове у меня пробежала. Когда люди звонят на радио, их спрашивают, сколько вам лет? 32. А вам сколько? 35. Как время летит. Я задумался об опасностях, бедах и жизненных бурях, что прошел за все эти годы. Задумался о том, через что мы с женой прошли, но не сдались. И когда мы ощущали на себе давление обстоятельств, мы всегда видели, из чего мы сделаны. Мы в Божьем Царстве. Мы в Божьем Царстве. И мы ни за что не сдадимся, каким бы сильным ни было давление. Давите сколько хотите, но выдавить вы сможете из нас только Божье Царство. Только Божье Царство.